добрый день дорогие зрители бизнес секреты 2.0 продолжает мы начали разгон с номер один предпринимателя в россии михаила фридмана вот а сегодня у нас в гостях не менее важный предприниматель номер один в инвестиционно банковском брокеровском деле человек очень не публичный так что я вам вытащил эксклюзивную такую рыбу с подстрелил сазана на 18 килограмм олег михасенко кстати говоря между двух олегов можете загадывать желание владелец и основатель компании бкс олег расскажи вкратце немножко про себя потому что это действительно не очень такой публичный скрываешься от всех как-то начинал там где родился что пробежись по биографии ну мне кажется стандартная биография предприниматели начала 90-х годов я родился в чтенской области у меня родители уехали там после окончания института на какая-то производственная практика вам было да и вот там мы в чтенской области то есть я родился потом учился в иркутске в политехническом институте я инженер сам технолог горный инженер коллега да и то есть я такой технарь и конечно после этого в 90-х годах вот и оказался после института на вольных хлебах вот начал заниматься ценными бумагами тогда были ваучеры потом после ваучеров нас пошли всякие производные там были после этого акции появились вот так постепенно постепенно начали заниматься ценными бумагами акциями фьючерсами всеми остальными в девяносто пятом году у нас была основная компания бкс новосибирске вот мы сейчас и вот с тех пор развиваем то есть я вот такой как бы касса расшифровывается бкс то брокер кредит сервис исторически название получилось вот таким длинным сократили немножко до бкс потом у тебя что родина моя как-то кемеровская область там да 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 я после политических института приехал в кемерово живу там тоже когда-нибудь закончил после этого приехал там два года отродился но заставили мне там работать после института да там была практика тоже отрабатывали и после этого уже начал заниматься прекрасно все эти ваучер в москву когда приехал москву я приехал где-то лет 10 назад 10 лет назад я уже как я так вместе да 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 у меня дочь пошла в первый класс как раз я приехал будет дочь в школу пошла я здесь после этого твой бизнес уже так сказать стрельну масштабы такие федеральные дате 100 да 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 потому что мы где-то тысяч на годах начали уже фиалы открывать по всей россии чем такой как сказать такой толчок мощный произошел вообще в принципе спрос спрос появился услуга сама появилась биржевые площадки появились то есть начали масштабироваться и вот сейчас компания таком состоянии находится а то что у тебя образование горного инженера а занимаешься это бизнесом торговле ценных бумаг как ты считаешь профильное образование и потом твое бизнес творчество это важно не важно мешает помогает что они профильные получили ну конечно не профильный бизнес да но я закончил про технический институт и там к сожалению наше российское образование дает такое максимальное понимаю возможности и знания которые особенно в течение трех лет первых там лучше всего начиная там потому что в принципе никогда не пригодится вам там сэпроматы всякие все остальное кончая всякими там историческими этим науками но мне кажется это не самое главное в любом случае надо иметь внутреннее желание стать предпринимателем хотите что-то сделать без этого ваше образование и она что есть что если она не кажется никакие он кофе кто вам не даст если у вас есть жилка предпринимателя и хотите создать и постоянно что-то горит у вас вас есть какие-то цели и хотите достигнуть их конечно мы предприниматель надо становиться им там предприниматели если что а ты считаешь каждый может стать предпринимателем или не очень ну или попробовать ну ну мне кажется да мне кажется должно внутренне к это быть стремление человек должно что-то постоянно не хватать он должен что-то катить сделать такое так сказать как у нас называется предпринимательная жилка что ли какая-то такая должна быть она если у вас ее нету часто бывают люди хотят художниками быть кто-то у нас картины пишет кто-то стихи сочиняет там да естественно но мне кажется таким по менталитету предрасположенность конечно к этому до предприниматели это тот человек который готов рисковать готов создавать что-то постоянно то есть это человек который постоянно что-то делает то есть это мне кажется внутренне что-то как я уже сказал ты номер один ваша компания бкс номер один с точки зрения брокерских услуг ну и наверное с учетом того что творится на финал на как сказать так на инвестмент на инвестмент бенкинге даже наверное номер один игрок сегодня на инвестиционном вообще рынке можно сказать россии а в чем ты считаешь ваши основные главные преимущества почему у вас получилось пройдите все кризисы в чем главное преимущество вашей компании ну мне кажется преимущество все таки это это в самой стратегии стратегия должна оканчиваться этом одно неделя годом там дайлис трехлетий мать мы нужно видеть и смотреть что будет будущем из на наставанию это создать свои стратегии своей компании рекомендовать что можно сделать то есть и всегда есть аппетит к риску то есть это и самое главное что если ну как по крайней банском бизнесе большой капит crise ли у вас есть конечно что вы должны рисковать, естественно, это несет потенциальные потери, но и большие возможности. Если вы не готовы рисковать, строите долгосрочный средний бизнес, он вам, естественно, не даст большие достижения мгновенно, но вы его в какое-то время долгосрочно выстроите. Это маленькая другая стратегия. Поэтому все решает именно с точки зрения, что вы делаете и как. Если у вас есть план. У вас такая стаерская стратегия. Да, у БКС, да, у БКС, у вас стратегия именно не глобального мгновенного роста и всего этого. У Стивен Дженнинс. Да, мы строили бизнес, по крайней мере, я это делаю. Постепенно, стратегически, всегда политика была с точки зрения стратегии среднего риска такого. А для банского бизнеса, для финансового риска это одно из ключевых факторов. Что ты считаешь, должно случиться в России? Что должно произойти, чтобы брокерские и инвестиционные услуги стали более доступны? розничным массам, чтобы обычные люди, которые нас смотрят, они именно этим пользовались. Потому что сегодня, я не знаю, ты мне поправишь процент, но там, на мой взгляд, там, не знаю, около одного процента, наверное, трудоспособного населения каким-то образом занимается брокериджем, ценными бумагами и инвестицией. Вот что нужно сделать? Как ты этот роднеп видишь, чтобы все-таки было как в Америке, 50 процентов? Ну да, да, да. А у нас? Один? Нет, у нас где-то около 5 процентов максимум. От всех? От всех, да. Меня удивляет, кстати, даже. Да, да, да. 5 процентов мы где-то считали, но это, если говорить, это о рискованных клиентах, которые готовы покупать акции и какие-то более рискованные инструменты. А что ты считаешь, что это нужно сделать? Законодавательные инициативы? стандартно, мне кажется, это экономика. С точки зрения экономики, в чем, ну, как сказать, стадии развития? Потому что при ставках депозитных, которые сейчас существуют у нас, невозможно развивать инновационные продукты. Я только хотел сказать, что понижение депозитов. Как у нас будут депозиты там 3, 4, 5 годовых, естественно, инновационные продукты станут просто в приоритете. Мы будем, как в Америке, и население будет. То есть количество людей, тогда она резко взрастет. Это самый ключевой фактор. Второй из ключевых факторов, конечно, это сама инфраструктура продажи продукта и его позиционирование. Например, позиционирование продуктов, что получилось у нас с пифами. Сейчас, знаете, вот мы же коллективные инвестиции развивали всегда, это пай инновационные фонды. Но сейчас эта отрасль стагнирует, ну, очень мало ее продается, потому что начали продавать продукты, которые всем говорили, вот пиф этот купите, пай, и он будет там вечно расти. То есть, да, 8-й год, и сейчас эти кризисы показывают, что волатильность очень высокая даже в коллективных инвестициях. То есть, управлять надо продуктом, то есть, и продавать продукты клиентам, которые ожидают эту доходность, и они понимают свои риски. Вот отношения, мы все время продавали доходность, никогда не продавали риск, не объясняли, да. Вот сейчас, мне кажется, отрисление какое-то прошло, какое-то время пройдет, и мы будем продавать так, как на Западе все делается, да. То есть, людям объясняем, какие вы риски несете, и какая потенциальная у вас есть доходность. Как это будет сделано, в общем-то, такая большая, мне кажется, будет, ну, такая победа там. Ну, и третье, это, то есть, надо все-таки законно, элементарно сделать, да, сделать, хоть как на Западе, что любой клиент мог из дома купить продукт, не приходя, ни в банк, ни в инвестиционную компанию, да. То есть, на Западе сейчас, имеющие в банке, вам купить любую продукт, то есть, вы можете его, ну, по кнопочке в интернете. Здесь место как раз рекламы должно быть. Сейчас давай рекламный блок, врезку сделаем по поводу нашего. Просто мы с компанией БКС сегодня подписали договор о совместном сотрудничестве, и на портале тинькофф.ру весной появится очень интересный продукт. Да. Интересный будет продукт? Да, мне кажется, очень интересный продукт, да, действительно, я надеюсь, что мы его действительно качественно очень сделаем, как Талалек, по-тиньковски, да, лучше, один из лучших продуктов в России. И самое главное, что клиент получит это возможность наконец-то, когда он по одной кнопочке может никуда не ходить, покупать любые инструменты, рискованные, нерискованные, видеть свои отчеты, видеть рекомендации, что нужно покупать сейчас, видеть потенциальную доходность, видеть эти риски, но то, что необходимо нашим инвесторам, чтобы принять какое-то решение. Мне кажется, это будет очень хороший продукт. Круто, ждите. А кого ты считаешь самым успешным предпринимателем в мире, в России? Ну, какие-то назови, там, три фамилии мира, России. Ну, предприниматели, мне кажется, все-таки, они все интересные, но они делятся, мне кажется, по отраслям, да, например. Ну, все понимаете, вот Facebook, конечно, это вообще гениально, какие-то, да, посмотрите, сделать продукт мирового масштаба и с социальной сети, провести IPO и сделать такую капитализацию, конечно, уникальная вещь, конечно, это очень здорово. Очень мне нравится Facebook с точки зрения самой модели и как это все было сделано, да, молодец. Сейчас вообще IT, эти технологии, IT, вот эти компании, да, они, конечно, очень модные, но и на самом деле они очень прогрессивные. А ты не считаешь, что капитализация вот Alibaba, там, именно Alibaba, Facebook, в меньшей степени, но все-таки, и там Snapchat и так далее, ну, там, правда, там они не публичные, но на правед сделках, там, это какой-то пузырь просто, ну, это не может на раз столько стоить. Или ты считаешь, нет, это будущее? Я считаю, что, возможно, цена, естественно, уже завышена, я говорю о том, что предприниматели сделали это, сделать, вот само сделать это, конечно, ну, само достижение просто, создать пузырь. А в России кого именно зовешь? Именно. Ну, как предпринимателя, который ты считаешь, очень крутый. Ну, опять же, надо развивать, с банковской области, мне нравится, честно говоря, я говорю, может быть, это неправильно в этой передаче, но мне нравится Тиньков банк, в общем, молодцы, заделали ноу-хау, конечно, да, из отраслей, понимаете, у нас в основном, это нефтяные компании, да, мы смотрим на гигантов на наших, да, ну, там предпринимателей-то, собственно, нету, мне нравится Магнит, на самом деле, очень хорошая сеть создана, просто, Сергей был у меня в гостях, да, замечательная просто деятельность. Одна из лучших передач, кстати, по просмотрам. То есть, люди, когда создают, ну, фактически, как бы, что-то не было, да, вот появилось, да, это не какой-то не госкомпания, ничего, а именно реальный, нормальный бизнес, созданный, и конкурентный, ну, как, очень прогрессивная модель самого бизнеса. Совершал ли ты какие-то крупные ошибки в бизнесе? Если совершал, то жалеешь, не жалеешь, там, или это, как бы, наоборот, помогло? Не, ну, ошибки, мне кажется, всегда помогают, либо они фатальные не были, без ошибок невозможно, как сказать, двигаться вперед, если ты ошибки не совершаешь, но, я, честно говоря, не верю в таких людей, которые не совершают. Самое главное, их вольность. Пример какой-нибудь приведешь? Они, ну, да, у нас, у нас есть бизнес, например, мы были, как, с 2000-х годов, с 90-х мы развивали брокерский бизнес, мы продавали один и тот же продукт, это DMA-доступ, ну, то есть, если говорить по такому языку, это мы доступ дали на биржевые площадки, наши, российские и мировые, то есть, да, потом у нас было изменение стратегии, это было где-то в 2000-х, в середине 2000-х годов, в 2005-2006, то есть, мы решили немножко поменять стратегию и расширить линейку, мы начали продавать инвестиционные продукты, то есть, те продукты, которые не только, когда клиент сам решение принимает, а мы предлагали ему либо дверитель управления деньги отдать, или мы давали рекомендации, мы начали ему давать, что именно покупать, мы давали инвестиционную идею, говорили, сколько на ней можно заработать, конечно, в этот момент надо было, ну, как стратегическим, конечно, можно сети разделить, мы должны были сделать брокерский бизнес, отделение инвестиционной, мы их объединили, сделали большой бренч, который сейчас называется ВКС-Премьер, где продаются только инвестиционные продукты, и мы потеряли несколько лет на том, чтобы вот это разделение на брокерские инвестиционные продукты не случилось в тот момент, сейчас мы это разделили, у нас брокерский бизнес отдельно, инвестиционные отдельно, с точки зрения клиентского сервиса и самого развития компании, на самом деле, это более правильно было, конечно, но это, конечно, ошибка была, но вот, как говорится, на ошибках учиться, нужно понимать эти ошибки. А я вот, когда общался с членами твоей команды последние несколько месяцев, когда мы подписывали документы и так далее, я увидел, что у тебя очень хорошие люди работают, это очень приятно, потому что, так как общаешься, в основе своей народ такой, не очень качественный, в некоторых российских финансовых компаниях. У тебя есть какие-то принципы по подбору этого персонала? Ну, нет, принципы есть, конечно, то есть, самый главный принцип, это компетенция людей, это опытовые знания, то есть, это одно из самых важных, мне кажется, компетенций, которые, ну, как, при выборе человека. А на общечеловеческие смотришь? Общечеловеческие, конечно, да. В нашем бизнесе очень мало таких людей, которые, понятно, что на первом этапе все равно вы всех жуликов всех отсекаете, конечно, такие существуют, но до меня таких людей даже не доходят, в принципе. То есть, я смотрю людей, которые проверены безопасность, прошли все эти структуры, то есть, я обращаюсь только с такими людьми уже, да. А дальнейшие этапы, это, конечно, чисто компетенция, их знания и опыт, то есть, ну, очень важно. Важно, чтобы человек сам хотел сделать то, что ему поручает, чтобы он понимал свои цели и имел свой план. Ну, стандартно. Ты любишь, как это слово, делегировать? Да, да, я понимаю, когда человек приходит, я ему ставлю цели, а он должен написать, сказать, как он будет достигать цели. А сегодня прошла информация, что вы бизнес Альфа купили в Америке. А это какая-то стратегия, зачем это нужно? Да, да, мы заключили с Альфой сделки, мы купили. Если Альфа выходит, это как-то уже подозрительно. Да, да, да. А вы заходите. Да, да. В чем секрет? Секрет, у нас совершенно разные клиенты с Альфой. Весь национальный бизнес сейчас поменялся, да, с точки зрения представления услуг социальным клиентам. Люди, сами сейчас, национальный клиент, хотят прямого доступа на бирже и еще очень много-много-много сервиса к нему. До этого был бизнес, когда это, ну, классический, когда по телефону звонили, что-то покупали, продавали, а это называется брокерский бизнес по телефону, он теперь все меньше и меньше становится. Клиенты хотят больше сервиса, больше услуг, когда им дают доступ на максимальные площадки, на максимальными услугами, с максимальной конвертацией, с максимальным, там, кредитным плечом и все остальное. То есть у Альфы совершенно другой был бизнес, да, у них была старая модель бизнеса, где они хотели привлечения инвестиций сюда, я понимаю, они хотели сделать IPO и всякие такие дела, классический национальный бизнес. У нас модель другая. То есть у нас есть потенциально там 20 клиентов в Америке, мы нацелены на них, мы их знаем, но поэтому офис там именно открыт. Смотри, а вдруг так случилось, твое имя сейчас пройдет, но про рекламирование в интернете, и Сергей Анатольевич Шлицов увидит эту передачу. Что бы ты ему хотел посоветовать с точки зрения Форекса? Потому что, ну, на мой взгляд, я далек от этого, но все-таки считаю, что Форекс в России как-то странно регулируем. Какие-то советы можно дать Сергею Анатольевичу? Ну, я, конечно, Сергей Анатольевичу может советы давать, потому что Сергей не принимает он. Ну да, посоветовать-то им может. Да, да, да. Я Сергей Анатольевич в принципе правильную вещь сделал. Мы в начале года, впервые, наверное, в истории этого ФССР-АЦБ сейчас нынешнего, мы поставили цели, причем цели ставились коллективно. Мы собрались все участники фондового рынка и сказали, какие важные, необходимы поставить цели, назвали-таки ПИ, чтобы нам ЦБ помог их там сделать там, Естественно, Форреса там не было. Там еще много было интересных идей и что поможет и дальше развиваться. Но Форрес, это, я не знаю, откуда движение-то взялось, потому что, конечно, это очень, с точки зрения России, морально, это не очень хорошо, с точки зрения вообще имиджа даже, да, с точки зрения, потому что, например, в некоторых штатах Америки, она приводит на казино, потому что вероятность выигрыша в этом казино где-то 80%. 80% людей теряет деньги, в принципе, и в этом. Как он будет защищать инвесторов, если нет ни котировок, ни рынка, и не понять, как это можно сделать, я часто... То есть ты предлагаешь запретить просто? Не, ну я не знаю, как запретить, я не понимаю, как регулировать этот рынок. Я не знаю, как инвесторы будут приходить, куда будут жаловаться, это вот, это же первые такое, сейчас ласточки пошли. А что делать с рекламой? Сейчас и везде одна реклама идет, только вот это идет реклама. Хорошее решение, рекламу пива запретили, которым я раньше занимался, вот рекламу форекса запретить. Да, да, да. По идее... То есть везде Саксо-банк. Это услуга, конечно, это услуга даже представляется более профессиональным инвестором туда, там нельзя пускать ритейл, в принципе, по крайней мере, обещать надо. Второе, нельзя его рекламировать нигде, то есть должно быть именно сделано, ну как в Америке. Вы можете продавать услугу профессионального инвестора фест-фест, ну то есть вы должны продавать лично что-то ему, но это нельзя пиарить везде, это как, это как, давайте редкоизвину запустим здесь, да, и будет кризунов везде рекламироваться. Ну, я лично очень против. Мы уже к концу подходим, расскажи еще нам, а как ты все интересуется, как ты провожаешь в свободное время, есть ли какие-то у тебя хобби, спорт, может быть. Ну как обычно, как и все нормальные люди, то есть, и у меня есть, я люблю очень давить, у нас компания, у нас есть. Не, мы очень много, мы по всему миру ездили, в том году филиппины были на Сепадане, то есть, где самый красивый дайвинг, просто у тебя есть. Ну, конечно, раз на Сепадане были, очень учатся в Филиппины, это Филиппины, да, такое уникальное место, это рядом с Ланкаве, где-то там, или другое? Даже не Филиппины, и Малайзии, это стык такой между ними, там, это уже, мемин границы, там, да, как раз, скорее всего, Ланкаве, наверное, где-то там, да, поэтому дайвинг, я очень люблю, мы на лыжи катаемся постоянно. это вместе прокатиться в этом году, давай. Да, да, да. Кстати, я там начал строить шале в Волторанце большое, так что, приглашаю тебя сразу в гости, прокатимся вместе. Когда будешь в этом году кататься по Волторанце, видишь, огромное здание в самом центре, такое, доминанта, да, вот это доминанта, это и есть мой скромный домик, который мы всех приглашаем, потому что его можно будет снять за недорого. Хорошо, спасибо. Поэтому отдыхаем, как и все, да. А какие у тебя глобальные цели, вот как ты хочешь, к чему ты идешь? Расскажи нам свою вот мотивацию, цель, куда идешь, зачем идешь, как идешь? Ну, как идем? Мне надо создать бизнес, который я хотел сделать, да, конечно, то есть не все удается сделать, даже не за себя, а из-за внешних вот этих факторов, которые, мне кажется, давят на всех на нас, но мне очень хочется сделать то, что я задумывал уже лет 10 назад, да, я не знаю, получится это или нет, а что это? Что это? А это, то есть я хотел сделать лучший банк России для вот такого вот сегмента, который мы обслуживаем, это люди, которые есть, состоятельные люди. То есть, Чарльз Шваб оф Раша или шире, или лучше? мне кажется, Шваб это более низкий сегмент, опять же, да, они все-таки делают, да, наш сегмент все-таки это люди, с которыми... А кто это на Западе, какой-нибудь аналог, можешь сказать? В Англии? Ну, это не Private Bank, у них как-то либо Private Bank, либо Retail, да, а это вот между Private Bank и Retail, да, это все-таки такие вот, потому что Private Bank, это штучные у нас, у нас все-таки не штучные, и не Retail бизнес, то есть, средний счет около 3 миллионов рублей, то есть, в премьере, вот мы нацелены на этих клиентов, да, я хочу в России сделать лучшие услуги по всем финансовым услугам, для этого сегмента людей в России. Круто, что успехов, ну и самый последний вопрос, потому что сейчас идет кризис, а молодежь нас смотрит и говорит, ой, нам надо посидеть, переждать, что-то ничего не понятно, а другая часть населения говорит молодого, ой, а сейчас дешево все, недвижимость упала, ничего-ничего не стоит, и сейчас правильное время входа на рынок. У тебя какой-то есть взгляд на это? Это правильный момент входа в бизнес, неправильный? Что ты думаешь про этот счет? Стоит ли сейчас начать? Если стоит, то что, может, конкретно что-то посоветишь? Мне кажется, в бизнес можно входить хоть в любой момент, да, самое главное в бизнесе, чтобы у вас была цель, да, если у вас нет цели, вы не понимаете, что вы хотите сделать, лучше в бизнес не входить. Если у вас есть цель, дальше вы идете, как вас учат во всех школах, во всех, не знаю, институтах, во всех делах. То есть, у вас цели есть, у вас есть планы, как ее достигнуть, то есть, вы берете, набираете команду свою, вы понимаете, сколько у вас есть финансовые планы, все остальное, начинаете реализовывать. Дальше зависит от того, что правильно вы это сделали, во планы, есть у вас команда или нет, да, если у вас все, есть идеи, все остальное, у вас есть и команда, да, я думаю, в любой момент, любые процессы, любые задачи можно решить. Главное, чтобы цели были реальные, да, и был план, ну, такой же реальный, да. Спасибо, Олег, пожелаю тебе удачи от себя, от нашего банка в строительстве самого лучшего институционно-брокерского, банковского, так сказать, бизнеса в России, ну, а там даже и за рубежом у тебя кое-что начинается. Спасибо тебе за свое время. Спасибо. За эксклюзив. Спасибо. Спасибо.